Пятый канал представляет Ну, не спеши. Не спеши с решением. Давай просто попробуем. И для меня это очень важно. Здоров, братва! Ну, чё? На сто грамм? Так сказать, для взаимопонимания? А Гришан тебе всё объяснил? Смотри, сам ты никому ничего продавать не будешь. Всё пойдёт через мою фирму и по моей такси. Возьмите кофе гватемалой. Это хорошая альтернатива алкоголю. Чё? Погоди. Давай мы сначала с тобой всё порешаем? Вот визитка моего юриста. И своё предложение вы можете отправить ему на почту. Саша, ну нельзя же так. Гриш, вы назначили одну цену, вы решили её поменять. А это нарушение контракта. И это сразу снимает с меня все обязательства. И да, кстати, мы уже подали в суд на уплату неустойки. Я ж пояснил. Мы за перевозку подняли цену. А меня это не волнует. Саша, давай попробуем договориться. Я думаю, в наших интересах приди к какому-то компромиссу. Гриш, свои условия менять не буду. Если ты дальше хочешь сотрудничать, ты знаешь, что делать. А пока, господа, всех благ. Да я тебя сейчас прямо здесь завалю. Гриша, Гриша. Ты чё, падла? Ты уж говорил, что проблем не будет. Здравствуйте. Добрый день. Будьте добры, ключ. Дай секунду. Пожалуйста. Надеюсь, не как в прошлый раз? Да. То есть нет, вы ещё раз примите наши извинения. Такого больше не повторится. Хорошо. Спасибо. Как вас зовут? Да, конечно. Ложите, пожалуйста, подчеркните, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, извините, пожалуйста, но актрисе очень нужно отдохнуть. Мы ждём вас в следующий раз. Спасибо ещё раз огромное. Здравствуйте, мы вас очень ждали. Ваш номер уже готов. Вот ключ. Если что-то понадобится, дайте знать. Мы сразу сделаем всё возможное. Лифт направо, пожалуйста. Проходи. Спасибо. Сантюм, ну я ж не знал, что он робом упрётся. Я его просил. Честно просил. Да заткнись ты уже. Достал он идиё твоё. Короче, я с тобой больше дел не веду. Как ты? Как ты не ведёшь? А ты не забыл кое-что? Если мы с тобой ни в одной связке, я молчать не буду. И ты знаешь, чем это кончится. Ты сядешь. И сядешь надолго. Да. Да. Ну, хорошо. А что мы здесь делаем? Сейчас узнаешь. Сантюм, Сантюм, давай, я с ним встречусь ещё раз. Давай. Петушара. Будь здесь лежу. Поехали. Ваше дело сегодня. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ждал вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уборка номеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Леня, сегодня почти вовремя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юль, чё ты такая зануда, а? Скажи мне. Дай мне дух перевести, отдохнуть в минуту. Угу. Боже, храни шаверму лекарства против всех недугов. А ты в курсе, что в твоем состоянии вот это есть вредно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юль, ты чё, женских глупых журналов перечитал? Шаверма – это вредно. Ну, волчья ягода – это вредно. Болиголов крапчатый – это вредно. А шаверма – это... Это польза. Ты только представь, что туда кладут. Ну, а что мне представлять? Мясо – это полезно. Овощи – тоже полезно. Получается, шаверма вся полезная. Да? А майонез? Что майонез? Эй, не разбираешься ты. Майонез – это соус пролетариата. Согласно федеральному закону о полиции, сотрудник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения в служебное время, – это грубое нарушение дисциплины, требующее незамедлительного доклада. Чего-то не понял я. Так, что такое? А где ты увидел сотрудника в состоянии алкогольного опьянения? Ты... ты кто такой-то и вообще? С урока сбежался? Я прибыл в управление Министерства внутренних дел по комендантскому району для прохождения стажировки. О! Проходи! Мы не мешаем. Оставь мужиков в покое. О! Все в сборе. Очень хорошо. Вольно. Значит так, ребята. Позвольте вам представить Семен... Кукарин. Кукарин. Третий курс – институт МВД. Отличник, между прочим. Будет проходить у нас, а точнее у вас стажировку. Вот так вот, значит. Ага. Ну вы тут ему подскажите, расскажите, объясните, что к чему. Опыта у парня маловато, я бы сказал, никакого. Вот так вот, значит. Ага. Ну, давайте знакомьтесь и работайте. Есть, товарищ полковник. Ага. Да, кстати, у нас новое дело. Да. В отеле, в гостиничном номере убит бизнесмен. Так что по коням. Кстати, ты на месте преступления уже был? Еще нет. Но трупы уже видел на занятиях по криминалистике. Все нормально будет, товарищ майор? Да. На, держи. Вдруг плохо станет. Эй-эй, а мне конфеты? Или лучше детям, да? Детский сад. Леня, ты ж понимаешь. Все, предатель. Товарищ Лавров, вы извините, что я так сказал в кабинете. Но ведь есть правило, нас учили. Учили, учили. Под ногами не путайте. Он, пусть с тобой романом занимается. Он с удовольствием. Ну, вы же понимаете, что скрыть это уже не получится. И в ваших же интересах рассказать все, что вы знаете. И, может быть, с вашей помощью мы быстрее раскроем это дело. Да-да, я-я понимаю. Скажите, вы можете в ближайшее время вот убрать вот это, просто у нас гости? Ну, мы же постараемся, да? Конечно. Так, рассказывайте, что вы знаете? А, да. Ну, обычный гость, как и все гости. Да. Хорошо. Тогда мне нужен полный список ваших постояльцев. Понимаете, у нас, у нас очень важные гости, и мне бы не хотелось… Так, хорошо. Вы понимаете, если вы будете мне мешать делать мою работу, мне придется закрыть вашу гостиницу до окончания следствия. Это вам понятно? Да? Да. Хорошо. Где у вас камера наблюдения расположена? У… А у нас камер нет. Просто у нас бывали прецеденты, когда бывшие сотрудники, они продавали эти записи. У нас есть одна камера при входе. Да, они густо. Хорошо. Так, пойдемте смотреть запись вашей камеры. Прошу. Лен, ты здесь? Угу. Так, народ, чего стоим мерзнем? Сань, чего у нас там? Смерть определенно насильственная. На теле имеются следы от ударов, на шее следы от удавки. Мужчину пытали перед смертью. Угу. Я тоже люблю. По жесткому. Так, стажер. Сейчас ты будешь ввести протокол осмотра. Доставали из бумаги, ручку. Значит так. Воронцов Александр Владимирович, 1986 года рождения. Угу. Итак, по часовой стрелке, по порядку. Перечисляй все, что видишь. Погнали. Стол журнальный, стеклянный. Угу. Бутылка из-под вина. Угу. Стаканы стеклянные, две штуки. Угу. Поднос с фруктами, алюминиевый. Кровать с трупом мужчины. Угу. Простыни белые. А почему, стажер, ты ничего не говоришь про трупные пятна на теле убитого? Смотри, к примеру, пятно номер один, размером с 50 копеек, пятно номер два, размером с 10 копеек. А итого трупных пятен на сумму 60 копеек. Записывай. Записал? Так, а что это за пятна красного цвета на подъемнике? Стажер? Кровь. Не понял, а чего ты взял, что это кровь? Может, это варенье или, не знаю, морск клюквенный? Красная, значит, кровь. А, красная, значит, кровь. А если внимательно посмотреть, стажер? Стажер. Оп. Так, господа, семь минут сорок секунд. Я выиграл. Так, деньги в студию, пожалуйста. Быстренько, быстренько. Сань, на шатырь достань, помоги. Ну что, доходяга, живой? Давай, вставай. Будем опрашивать свидетелей. Если они есть. Давай, взлетаем, голубь. В чем дело, господа? Я майор Лавров, а это стажер Кукарин. Скажите, пожалуйста, этой ночью вы слышали что-нибудь необычное или странное, может быть? К сожалению, ничем не могу вам помочь. Мы с женой только утром приехали. Могу предоставить билеты на самолет для подтверждения. Ага. А вы знаете, давайте. Пожалуйста. Давай, проверь. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Майор Лавров, сегодня ночью на этом этаже было совершено убийство. Скажите, может быть вы слышали или видели что-нибудь подозрительное? Да вроде нет. Мы всю ночь спали, ничего не слышали. Катя. Что я могу сделать для вас, майор? С билетами все в порядке. Уйди, не мешай. Я хотел поговорить с вами на тему убийства. Убийство? Я не знаю ничего по поводу убийства. Знаете, у меня скоро съемки, мне пора идти. Может быть вы оставите свой номер телефона. Если у меня возникнут какие-то вопросы, я вас наберу. С удовольствием, майор. Товарищ майор, здесь свидетели. Говорит, убитый ругался с кем-то в предыдущий вечер. Как будете готовы сделать заказ, к вам подойдет официант. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как я могу посмотреть записи с вашей видеокамеры? Мне очень жаль, но без разрешения руководства я ничего не могу вам показать. А вы знаете, что существует ответственность за не оказание содействия органам правопорядка? Что? Содействие? Это расценивается не только как препятствие работе органов, но и как укрывательство. Вам есть что скрывать? Вы в сговоре с преступником? Что вы такое говорите? Давайте я отведу вас к руководству. Все видеозаписи у нас в подсобке, но у меня нет ключа. Вы знаете, тажор подождет здесь. А вот меня вы можете проводить. Да, конечно. Радуйся, Романов. Я нашел преступника. И тебе его надо только задержать. А ты куда собрался? Очень важное дело у меня. Ладно, я потом папа присоединю. Погоди. Погоди. Так я не понял, кто преступник? Стажер тебе все объяснит. Я его всему научил. Так что можно и без меня, в принципе. Ладно, давай. Я побежал. Давай. А мне можно на задержание? Нет. Да погоди ты, с задержанием еще не понятно. По словам свидетелям-то все понятно. И на камерах видно убийцу. Проверим. На задержание в форме нельзя. Еще всех распугаешь. У меня ничего с собой другого нет. Что-нибудь придумаем. Ладно. Давай, рассказывай, кто преступник. Точно здесь? По координатам все сходится. Я их вижу. Все, спасибо, Зоя. Ну что, пошли, Стажер? Семен. Не сейчас. Семен. Чисто сработали, как в прошлый раз. Ты обижаешься, как по маслу. Смотри у меня. С мордушкой. У вас там все нормально. Товарищ майор, надо брать. Ну смотри, их двое. Бежать им есть куда. К тому же общественное место. Это огонь мы открыть не можем. Жди здесь. Девушка, здравствуйте. Майор Романов. Мы проводим здесь спецоперацию по задержанию одного опасного преступника. Мне нужна ваша помощь. Скажите, вы можете вывести звук с телефона на колонке на улице? Да, конечно. Работает амбон! Выгружены! Руки в горю! На землю! На землю! Выгружены! Стоять! Не двигаться! Выгружены! Сидеть здесь место! Руки вверх! Шаг левый, шаг вправо, расстрел! Стоять! Не двигаться! Молодой, покуй этого! Морды на стол, руки за спину! Молодой, кстати, откуда у тебя оружие? Красавчик! Вставай, пошли! Леонид Андреевич! Леонид Андреевич! Вы ли это? Можно тебя на минутку? Слушай, мне отъехать надо ненадолго. Я дежурного предупредил, если что, он тебе поможет. А если начальство появится, я на земле. Договорились? Договорились. А что происходит? Еду опрашивать свидетеля. Я не об этом. С тобой? Что происходит? Завязывайте. Да не я это? Век воли не видать не я. Так, давай его в кабинет. Лекцию по ВРД не прогуливал? Никак нет, товарищ майор. Ну, дерзай. Есть. Товарищ Александр Данилович. Александр Данилович, в каких отношениях вы находились с погибшим Воронцовым Александром Владимировичем? В никаких. Мы с ним вместе бизнес пытались вести. Что значит никаких? Прошу вас дать более четкое определение. А. Дружеских. Б. Вражеских. Ц. Товарищеских. Пацан, что ты до меня докапываешься? Я же тебе сказал, в никаких. В товарищеских, если хочешь. Хорошо. Подтверждаете ли вы тот факт, что вчера вечером вы угрожали ему? Говорили, что застрелите его? Ну, типа того. Не люблю я, когда меня кидают. Только я его не валил. Я в завязке из 99-го. То есть факт угрозы вы подтверждаете, Александр Данилович? Что ты все, Александр Данилович, Александр Данилович? У меня, между прочим, погоняло есть. Сантер я. Факт подтверждаю. А где вы находились в промежутке между 21.00 вчерашнего дня до 6.00 сегодняшнего? Дома был. Кто это может подтвердить? Жена и дочка моя. А чем вы занимались? Ну, у дочурки температура была, ветрянка у нее. И вот я всю ночь сказки читал, пока температуры не спал. О какой работе шел разговор в кафе? О какой работе? А, да и я пацанов попросил, чтобы они дочурки щеночка купили. Они в прошлый раз облажались, она о подарке заранее узнала. А в этот раз ничего. Говорят, чисто сработали. Хорошо. А Воронцове что можешь сказать? Он только с тобой общался, больше ни с кем. Да? А как же шлюха его? Его же ночью заварили, значит она с ним была. Алис, кажется. Вы ее разыщите, она в борделе работает. Как его? Последний вздох называется. Последний вздох. Угу. Мишка, ребята, ну сколько вас можно ждать? Мы опаздываем на два часа. Да, сейчас все будет. Ну сейчас Армен встанет и уйдет, вы не понимаете. Катя Баха нашелся? У него уже вся группа ищет. Давай. Вы скажите, где актриса красивая? А, вот здесь, вот здесь. А, красиво. Майор. Добрый, ой, добрый день. Добрый день. А это вам. Спасибо. Вы знаете, у меня есть одно предложение к вам. Как вы относитесь к тому, чтобы сегодня принести вечер саму? С вами? Может быть. А как же ваша работа? Вы уже нашли убийцу? Можно сказать, что да. Угу. И кто же убийца? Да, один бандит. Деньги не поделили. Знаете, мне предложили одну интересную роль следователя в проекте. Мне было бы очень интересно, если бы вы мне рассказали об этой работе. Можно начать сегодня. У меня, кстати, перерыв. Пару часов между сценами. Вы знаете, там... Там столько рассказывать! Боюсь, что пары часов не хватит. Вот целая ночь, это было бы другое дело. Ну, я тогда пойду переодеваться. Ну, что? Как успехи? Как наши дела? Работаем, товарищ полковник. Так. Была одна версия, но оказалась ложной. Зато появилась другая зацепка. Угу. Вот сейчас поедем ее отрабатывать. Ну, как наше подрастающее поколение? М? Хорошо. Старается. Угу. Ну, отлично. Молодцы. Работайте, работайте. Да, кстати. Представляете? В эти выходные ходил в лес. За грибами. Весь лес обшарил, ничего не нашел. А когда пришел к себе на участок, двух белых обнаружил. А? Вот такая шляпка. Представляете? Вот такая. Ладно, работайте. Работайте. Извините. Ничего, ничего. Проходите. Здрасте. Я пришел сознаться. Одни крысы вокруг. Одни крысы. И когда я понял, что вы выйдете на меня, я решил сам к вам прийти и все рассказать. Молчи, тварь! Так, сиди! Я на зону идти не хочу. В общем, он взял у меня пистолет и выстрелил в него. Погоди. Пистолет. Да тебе не жить, гнида. Я тебя на куски порву. Да погоди! Погоди. Пистолет. В общем, я в одиночку вышел на след преступника. Ну, как полагается, в таких делах его необходимо было арестовать. Надо было вызвать под ногу, а я думаю, зачем зря ребят дергать? Пойду на них один, а их там пятеро. В общем, в итоге я всех положил. Главного злодея поймали, дали ему пожизненное, но мне грамоту. Ну, как всегда. У меня этих грамот просто… Ну, ладно. Как это интересно и захватывающе. Вы же каждый день рискуете своей жизнью. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алё. Я занят. Куда приехать? В бордель? Последний вздох? Нет, я в такие места не хожу. Скоро буду, давай. Все, пока. На чем мы занялись? Про расследование я спрашивала. А, да. В таких делах главное найти улику. Преступники очень часто ошибаются, ну, буквально в элементарных вещах. И оставляют улику прямо на месте преступления. Майор, я могу выслушать бесконечно, но мне, к сожалению, пора идти. Не понял. Я тебя никуда не пущу. Ты же сказал, что у тебя есть два часа. Так. Планы поменялись. Ну, давай я с тобой на работу поеду, подожду тебя, а потом мы продолжим вечер. Я же тебе свои грамоты не показал. Они у меня все дома. Хорошо. Ну, давайте 20 минут еще погуляем, кофе где-нибудь попьем, и я пойду по зиму. Хорошо? Договорились. Уважаемая Роза, мне нужно задать вам пару вопросов. Позвольте поинтересоваться, по какому поводу? Произошло преступление. Убит один из ваших клиентов. Интересно. Кого же убили? Некоего Воронцова Александра Владимировича. Первый раз слышу это имя. А у нас информация о том, что он пользовался услугами одной из ваших девушек. Которая, кстати, может быть либо свидетельницей убийства, либо причастна к нему. Какой девушке? У нас немного информации, только имя ее знаем. Алиса. Ничего не припоминаете? Да, была такая девушка. Но она давно здесь не появляется. К ней ходили многие, а потом она сказала, что нашла себе мужчину. И не собирается больше здесь работать. Удовлетворены? Уже хоть что-то. А что еще можете о ней рассказать? Ну, она оказывала специфические услуги. Поэтому круг ее клиентов был достаточно узок. Насколько специфические? Ну, я же говорю. Специфические. У человека могут быть разные пристрастия. А вот вы, я смотрю, давно уже не получали удовольствия. Я могу вам помочь справиться с этой проблемой. У меня есть девушки на любой вкус. Спасибо. Не стоит. У меня все хорошо. Товарищ майор, я кое-что понял. Раны на теле погибшего. Его не пытали. Пойдемте, я покажу. Хорошо. Зоя, ты меня слышишь? Я тебя слышу. Бордель шлюхи по ДСМ. вечно ты ко мне с такими вопросами. Вот хотя бы раз спросил, как у меня дела. Как у тебя дела? А уже не надо. Я все нашла. Вот номера телефонов, на которые он звонил последние пару дней. Вот это номера женщины. А вот это тарам! Номер Алисы Матвеевы, 25 лет. Смотри. Можешь установить, где она сейчас находится? Слушай, у меня сейчас телефон выключен. Поэтому, к сожалению, не могу определить, где локацию, но... Последний раз она была вот здесь, в районе Крюкового канала, но это было час назад. Как появится в сети, дай мне знать, пожалуйста. Слушаюсь. А дела у меня хорошо. Спасибо, что спросила. Ну что, узнали что-нибудь, товарищ майор? Не много. Есть только фамилия, имя и фотография. Вот где она сейчас неизвестна. Покажите фотографию. Интересно все-таки, как она выглядит. Фотографию. Погодите. Я ее знаю, никакая она не проститутка. Это известная актриса. Я недавно ее в одном фильме видел. Играет неплохо. В смысле известная актриса? Она, кстати, живет в той же самой гостинице. Эта, Жора, че ты молчал? Алло, здравствуйте. Это майор Романов. Мы с вами с утра сегодня разговаривали. Скажите, а в вашей гостинице останавливалась Алиса Матвеева? Нет такой. А, известная актриса? Вот. А, скажите, на чье имя взят гостиничный номер? Угу. А сейчас ее нет. Хорошо, а телефон ее есть? А скиньте смс-ка, пожалуйста. Спасибо. Ну, уже хоть что-то. Да, слушаю. Да. Нет, ее сейчас рядом нет. А кто ее спрашивает? Понятно. Вы знаете, мы ее сейчас сами ищем. Да, она должна была на площадку полчаса назад приехать. Уехала на свидание с майором Лавровым в районе трех часов. Телефон оставила. Да, да, точно, с майором Лавровым. Да не за что. До свидания. Да, е-мое, вы что, издеваетесь, что ли, а? Вы можете мне оставить покоем? В хакер, что, да, твоя вычислила? Ты чего трубку не берешь? Так, где твоя спутница? Так, во-первых, это не твое дело. А во-вторых, она носик будет. Давай, вали отсюда по-тихому. А ты в курсе, что она замешана? Эй, это что такое? Ты что творишь? Леня, Леня! Отпусти меня! Эй, ты что творишь, стажер, а? Леня, Леня, успокойся. Товарищ майор, я тут стоял, она выходит из арки. Наверное, вышла через черный ход. Я решил ее поймать. Молодец, стажер. Молодец, что оба сговорились. Я сейчас вам обоим бошкой подрываю. Тихо, Леня, я тебя поздравляю. Ты практически в одиночку поймал убийцу. Ты чего не сижу, Леня? У вас была связь с погибшим? Да, я с ним познакомилась, когда еще работала у Розы. И ты провела ночь у него? Да. По какой причине вы убили его? Что думаете? Я специально? Я любила Сашу. Я, наверное, что-то не рассчитала. Такое первый раз. Может, у него были проблемы с сердцем? Вскрытие показало, что он умер от удышения. Он сам всегда меня просил об этом. Я даже пыталась ему отказать. Но деньги ей взяли свое, да? Не деньги. А любовь. Ты не понимаешь, он мучил меня. Да, он мне платил деньги. Я ушла с той работы. Я хотела уйти от него, а он угрожал мне. Да, это я его убила. Но это была самозащита. А потом я встретила тебя, и все изменилось. Ты же поможешь мне? А меня это не интересует. Я вас не забуду, майор. Я вас тоже, актриса. Ну что, домой? Ага. А ты? А я в клуб. А как же новая жизнь? Ладно. Легкие отношения, крепкий алкоголь. Вот мой вариант. О, ну что, подписали? Да. Спасибо вам за характеристику, товарищ майор. Ну, не за что. Из тебя выйдет хороший ад. Ну, не знаю. В смысле? Да я тут подумал. Ну его нафиг. Я себе не так все это представлял. Так, стоп. Ты что, хочешь из института выйти? Да нет, переведусь на юридический. Там потише, поспокойнее. Ладно, я пойду. Спасибо вам за все. Давай, удачи. Удачи. Пойдем нам туда. Слушай, не можешь попросишь меня, а? Давай, я отвезу тебя в твою старую жизнь. Солько лет. Подписывайтесь. Пойдем вы nach д Ты? Ты что-то? Ты пакал advertisement.